Привет, друзья! Сегодня я расскажу о британском триллере 2022 года под названием «На краю». Она заявила, что залезет на 20 метров быстрее всех нас. Две подружки Келли и Софи приезжают в горный лагерь, чтобы совершить свое очередное восхождение. Расположившись в уютном доме, девушки планируют провести вдвоем вечер и уже на утро начать подъем. Но их планы меняются. В соседний коттедж приезжает группа парней, и Джош сразу замечает симпатичных девушек, с которыми было бы приятно разнообразить отдых. Лидер компании парней приходит к девушкам и предлагает им присоединиться вечером к ним посидеть у костра и познакомиться поближе. Более общительная Софи оглядывается на подругу, и та смущенно пожимает плечами. Вернувшись к друзьям, Джош разочарованно говорит, что девушки не дотроги, и с ними не получится провести вечер весело. Кроме этого, парень отвешивает пару грязных шуток в адрес своего приятеля, намекая на то, что он знает о его нетрадиционных наклонностях, из-за чего в группе случается первый конфликт. Софи уговаривает подругу сходить на вечеринку и посидеть хотя бы немного. Она не понимает, что Кель еще ни с кем не знакомилась после гибели своего парня, но Софи не хочет из-за этого пропустить интересный вечер. Компания собирается у костра и весело проводит время. С каждым выпитым стаканом и выкуренной сигаретой разговоры становятся все более откровенными. Но потом все вроде бы возвращается к теме гор. Девушки удивляют своих новых друзей тем, что рассказывают о своем маршруте. Они планируют подниматься по скале, на подъем по которой способны не все опытные скалолазы. Мужчины же выбрали более простой и безопасный маршрут, из-за чего, естественно, подруги не смогли не отвесить пару колких комментариев. Келли уходит в коттедж, пожелав всем веселого отдыха, но Софи предпочитает остаться в компании. И пока одна из девушек лежа в постели смотрит видео со своего первого восхождения, вторая отлично проводит время с Джошем. Парни пытаются отговорить друга от мимолетной связи, допоминая, что у него есть невеста. Но Джош уже не готов останавливаться, даже больше. Несмотря на то, что Софи вполне к нему расположена, он идет за ней в лес, чтобы получить желаемое силой. Мужчины прибегают на крик Софи и видят своего друга с ссадинами на лице. Сама же девушка убежала куда-то в лес, испугавшись, что за ней теперь идет целая компания, чтобы сделать с ней всякое. Трое парней пытаются убедить ее, что они хотят просто поговорить, но Джош так не считает. Догнав девушку, он наносит удар, от которого она оступается, и летит с невысокой скалы. Мда, а могли бы спокойно посмотреть новинки кино по халявной подписке на Netflix, и ничего бы с ними не случилось. Но серьезно, на GGSell огромный выбор цифровых развлечений за символическую плату или с большой скидкой. Зачастую подписки на разные сервисы можно взять в 3-4 раза дешевле, чем на аналогичных сайтах. Например, подписку на Netflix можно получить всего за 95 рублей и смотреть все топовые новинки в лучшем качестве. Все это подтверждает большое количество отзывов и рейтинг продавца. Смотрите, как много продаж. Их много, около сотен. И все они могут делать всякое. А также есть множество игр по низким ценам. Например, GTA 5 и недавно вышедшая Cult of the Lamp. И вообще безграничный выбор предложений не только игровых и развлекательных, но и полезных технологий, например VPN или антивирусных программ. Ну и главный плюс. Прекрасно работает система контроля добросовестности продавца. Ну то есть деньги покупателя сохраняются на площадке, и только после проверки подписки они уходят продавцу. В любом случае, если что-то пойдет не так, служба поддержки всегда на связи. Оценить все это пиршество вы можете по ссылке в описании под этим видео. В группе начинается спор. Одни считают, что нужно вызвать спасателей и сказать, что девушка просто упала. Но Джош и второй его друг понимают, что правда откроется, и им придется нести серьезное наказание, поэтому от жертвы нужно избавляться. Келли, услышав подозрительные звуки, выходит и никого не видит. Она идет в лес на голоса и становится свидетельницей того, как четверо мужчин поднимают камень над головой ее подруги. Хотя это не имеет уже никакого смысла. Девушка и так уже лежит без признаков жизни. Келли успевает снять это все на камеру, но остаться незамеченной у нее не выходит. За ней также начинается погоня. Добравшись до домика, Келли сталкивается с Рейнольдсом, но парень отпускает ее, пообещав сказать, что он ее не видел. Девушка хватает рюкзак, не проверяя его содержимое, и бежит к подножью горы, пытаясь оторваться от погони. Келли начинает подъем на первый участок, и Тейлор, один из парней, пытается догнать ее, пока Келли не забралась слишком высоко. Оба поднимаются без страховки, и когда Тейлор уже хватает девушку, она наступает ему на пальцы, и он срывается, и летит вниз. Друзья относят раненого приятеля в коттедж, и, собрав все необходимое, отправляются в погоню за девушкой. Тейлору парни поручают вызвать помощь, если через сутки они не вернутся. Компания решает забраться на скалу другим маршрутом, что гораздо проще, чем подъем Келли, и, оказавшись выше девушки, перекрыть ей дорогу. Но перед этим Джош решает вернуться в коттедж за перчатками, которые он якобы там забыл. Зак замечает, что друг вышел из домика очень странный, и парень догадался, что произошло внутри. Но зайти и подтвердить свои догадки он не решился. Добравшись до небольшого выступа, Келли переобувается в специальную обувь и обрабатывает руки, после чего продолжает подъем все так же без страховки. В рюкзаке не оказывается ничего нужного. На одном из отвесных участков она встречает змею, но ей везет, и ничего страшного не случается. Поднимаясь, девушка все время вспоминает своего погибшего жениха и то, как он учил ее работать головой, а не мышцами, поднимаясь в горы. Преследователи идут по пятам за Келли, и Джош старается расшатать ее нервы, выкрикивая гадости о том, что он увидел в ее телефоне, который девушка уронила. Заметив, как мимо пролетела бутылка Келли, парень радуется еще больше. Это значит, что жажда станет для нее еще одним поводом сдаться. Посмотрев карту, которую ей рисовали опытные скалолазы, Келли добирается до выступа, на котором оставлена палатка для отдыха. Наконец-то девушка надеется передохнуть и немного согреться. Преследователи в этот момент оказываются прямо над ее головой, и Джош принимает решение ждать, когда у девушки кончатся силы или она замерзнет. На такой высоте не жарко даже в пуховиках, не говоря уже о том, что на Келли надета одна майка. Джош опускает веревку и просит Келли привязать к ней камеру. Он обещает уйти и оставить девушку в покое, но вместо нужной ему вещи она привязывает ему листок с ругательством. Келли обматывает свои пострадавшие пальцы и, зафиксировав навесной домик, забирается в него, чтобы немного поспать. Свернувшись клубком, Келли пытается согреться, что сделать в горах очень сложно, и только воспоминания о женихе дают ей силы не сдаваться. Но отдых оказывается испорчен. Сначала Джош справляет нужду прямо на палатку, выкрикивая поздравления с годовщиной. Это восхождение Келли посвятила своему жениху, который сорвался ровно год назад, в тот момент, когда делал ей предложение прямо на скале. Но надев на шею памятное кольцо, девушка не реагирует на крики Джоша. Но потом группа придумывает для нее новые испытания. Сначала они скидывают тяжелый мешок, стараясь бить палатку. А затем Зак спускается на веревке и, разрезав укрытие, пытается достать девушку. На крошечном выступе случается серьезная потасовка. Но Келли удается нанести парню серьезный вред, при этом самой удержавшись на скале. Хотя парни чуть было не вытянули ее к себе. Правда, единственное укрытие Келли летит вниз, не выдержав такой нагрузки. И она остается на холодном выступе, без единого способа согреться, успев оставить с собой только полупустой рюкзак. Друзья уговаривают Джоша оставить все как есть, ведь шансов у девчонки нет. Тут слишком холодно, и без страховки она не сможет ни спуститься обратно, ни подняться выше. Лидер соглашается с командой и обещает позвонить своей невесте, чтобы та прислала помощь. Но Зак понимает, что приятель врет. Он уже полгода не общается с бывшей, и не стал бы звонить ей в такой ситуации. Дождавшись, когда Джош уснет, Зак говорит об этом Рейнольдсу. Он просит приятеля вытащить их, ведь ему кажется, что лидер не собирается оставлять в живых никого из свидетелей. Он признается и в том, что Тейлора, скорее всего, уже нет. Просто он боялся говорить об этом раньше. Между парнями начинается потасовка, и Джош говорит Заку, что он спит с его девушкой уже два года, пока тот думает, что она ходит на фитнес, о чем знали и остальные друзья. Раненый парень не может ничего сделать, услышав это. Джош предлагает Келли огромную сумму за камеру, но девушка не отвечает, понимая, что он уже давно решил ее судьбу. Мужчины снова засыпают, но Зак встает, чтобы справить нужду. Он стоит у края скалы, и в этот момент к нему со спины подходит Джош, решивший устранить надоедливого приятеля. Келли слышит странные звуки, а после этого тело одного из преследователей летит вниз. Когда Рейнольдс просыпается, Джош говорит ему, что Зак ушел вниз, чтобы вызвать помощь. Тогда Рейнольдс решает спуститься к девушке и попытаться договориться с ней по-хорошему. Он на веревке оказывается рядом с Келли и шепотом просит ее отдать камеру, пообещав ничего с ней не делать, ведь совсем скоро прибудет подмога, за которой отправился его друг. Но Келли разочаровывает добряка. Она говорит, что на самом деле его приятель оказался внизу гораздо быстрее, чем он думает. Девчонка отдает камеру и кричит, изображая свое падение. Рейнольдс возвращается к Джошу и протягивает ему устройство, в котором не оказывается карты памяти. Между мужчинами снова вспыхивает ссора. Но на этот раз Джош даже не пытается изобразить несчастный случай. Он связывает бывшего друга и, вылив из фляги горючее, бросает спичку, отправив Келли страшный факел. Келли пробирается за ножом и видит, как в одно из отверстий забирается ядовитая змея. Вернувшись на свое место, девушка надеется вскрыть консервную банку и немного подкрепиться. Но она слышит, что Джош решил спуститься на этот раз самостоятельно. Мужчина требует вернуть ему карту памяти из камеры. И Келли говорит, что спрятала ее в расщелине. Сунув туда руку, парень получает ядовитый укус. Между молодыми людьми случается потасовка, и на этот раз Келли достается сильнее всего. Но она наносит Джошу несколько ударов ножом и, столкнув его, успевает нажать на его часах на кнопку вызова помощи, после чего отправляет парня следом за его друзьями. Дождавшись рассвета и немного согревшись под лучами солнца, Келли слышит голос своего жениха, который говорит ей, что пришло время, и у нее все получится. Девушка начинает подъем и оказывается на вершине, где в честь погибшего скалолаза стоит памятный крест. А вдали слышен звук вертолета. На этом фильм заканчивается. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете об этом фильме, и не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас лайками и подписываться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok